Будущее уже наступило. В Одессе компьютерщики создали первого в Украине человекоподобного робота. Он умеет разговаривать, выполняет команды, а еще распознает лица и предметы. С первым украинским роботом познакомились и наши корреспонденты. Знакомьтесь, это первый в Украине человекоподобный робот, умеющий выполнять команды, рассказывать о себе и даже распознавать лица и предметы по имени Инмуф. Но создатели зовут его просто Толиком. Анатолий не только первый, но и пока единственный подобный робот в нашей стране. Почему он это? Ну вот придумали они такое имя и решили, что оно ему подходит. Было много вариантов, но один из наших студентов отстоял именно это имя. В это трудно поверить, но Толик полностью напечатан на 3D принтере. Сергей Лишенко, создатель робота, рассказывает, что за основу проекта компьютерщики взяли разработки французских инженеров, но и телект робота создавали сами. Это открытый опенсорсный проект. Разработал его французский инженер Гайл Ланжво. В принципе, основные навыки это все он тоже дал в свободный доступ. Робот полностью напечатан на 3D принтере. Каждый, кто имеет желание, может его тоже собрать, напечатать, собрать, запрограммировать, наделить его своими какими-то интересными навыками, возможностями. Робот узнает людей, распознает предметы, может брать их и перекладывать из руки в руку, может копировать движения и, самое главное, выполняет все голосовые команды. Правда, пока команды эти даются на английском, но создатели уже работают над речевой адаптацией. И в этом Сергею Лишенко очень помогают его студенты. Странно, но в нашем городе, да и во всей стране в целом, подобные роботы еще не пользуются спросом и популярностью. Тогда как в передовых странах, особенно в Японии, роботы стали не чем-то выдающимся, а в буквальном смысле слова используются в быту. Япония работает именно над такими проектами и именно работает командами. У нас немножко другая история. Пока особо заинтересованных людей в создании, например, даже таких роботов, я знаю, очень мало. Пока люди не считают, что есть надобности в таких устройствах. А в чем оно может пригодиться человеку? Ну, некоторые люди, которые уже закончили сборку робота, они запрограммировали. Он у них может выполнять функции, допустим, официанта. Накрывать на стол, подавать еду, наливать там вино или другие напитки. Ну, а пока робот Толик только учится двигаться. Сергей Лишенко в ближайшие месяцы намерен доработать ноги робота. И зная его, можно не сомневаться, в скором времени в нашем городе появится первый робот-совершенство, обладающий выносливостью машины и человеческой чувствительностью. Субтитры создавал DimaTorzok